Это не просто стандарт де-факто в мире SAPR, это еще огромное количество интеграционных возможностей с системами документа оборота, с расчетными системами, с различными приложениями, которые разрабатывали другие программные разработчики, и которые объединяют целую инфраструктуру, создают целую инфраструктуру вокруг нашего формата. Что мы сделали вокруг этого формата? Что мы сделали в рамках NanoCAD 10? В первую очередь мы стали поддерживать самую современную версию формата DWG 2018, который обновился в прошлом году, и сейчас мы поддерживаем этот формат в новой версии. В связи с этим у нас и обновился формат хранения, у нас обновился и API-интерфейс, и дальнейшее развитие произошло. Второй большой блок, по которому мы провели оптимизацию программопродукта, это улучшенная поддержка динамических блоков. Наверное, я сейчас не покривлю душой, если скажу, что у нас сейчас одна из самых лучших среди альтернатив поддержка динблоков, потому что все, что мы собирали в течение последних, наверное, пяти лет, все проблемные динамические блоки, форматки, элементы оформления, какие-то средства, небольшие средства автоматизации, мы их накапливали, анализировали и проводили модификацию внутренней системы, чтобы с этими блоками можно было работать. И по нашим ощущениям сейчас основная масса динблоков, которые есть на рынке, она будет сейчас в 10-й версии, на Накадо будет работать. Третий пункт, по которому мы прошли, это мы реализовали набор инструментов, которые обеспечивают совместимость со стандартами формата DWG. Это таблицы DWG, это выноски, мультивыноски формата DWG и новый инструмент 3D-полилиния. Если с 3D-полилинией более-менее понятно, то по таблицам смотрите, что у нас получается. У нас сейчас существуют на Накаде, и исторически у нас всегда были наши на Накадовские таблицы, которые были ориентированы прежде всего на ГОСТа, на стандарты на наши. Это работа со сложноформатированными таблицами, это фактически был маленький Excel, который позволял считать объекты, позволял перемножать значения ячеек, оформлять это в такой маленький мини-эксель внутри саппор-системы. Но у него была одна проблема, он не был совместим с классическими таблицами, которые были реализованы в рамках формата DWG, которые к нам приходили в виде блоков, и их приходилось конвертировать в наш формат. Ну или в обратную сторону, если вы отдавали этот чертеж кому-то на стороне, у кого нет Накада. Это была одна из больших просьб пользователя реализовать новый тип таблиц, и мы это сделали. И мы его реализовали как на уровне поддержки самих данных, так и на уровне всех дополнительных свойств, такие как стили таблиц, такие как графическое редактирование таблиц, объединение ячеек и тому подобные вещи. То есть все это сейчас реализовано внутри Накада сразу, и вам не нужно конвертировать. Вы можете открыть DWG-файлы с таблицами классическими и редактировать их прям непосредственно в Накаде, не конвертируя их ни в какой формат. Отредактировав вы его сохраняете, они откроются после этого в других системах, и вы сможете с ними продолжать работать. Второй тип — это выноски. Аналогичная ситуация. Мы в Накаде настроили наши выноски под наши стандарты, под наши ГОСТы, и у нас сейчас реализовано 8 тип выносок. Универсальная, позиционная, гребенчатая, узловая выноска. 8 типов выносок, настроенных по нашим стандартам. Но при этом в западных системах используется так называемая мультивыноска, команда MLeader, которая позволяет создавать более универсальную, менее привязанную к неким стандартам выноску, и которую внутри Накада мы не могли создавать, мы могли только максимум редактировать. Начиная с 10 версии мы можем создавать новые мультивыноски, у них появляются лапки, у них есть стили, с помощью которых мы можем их редактировать, изменять и модифицировать ваш чертеж.